Новорожденные котята. Как ухаживать в домашних условиях? Рождение маленьких котиков – большая радость в доме. Кошке и ее детям понадобится хороший уход, от этого зависит вся дальнейшая жизнь малышей. Новорожденные котята беззащитны, поэтому им нужно теплое укрытие и полноценное питание. Выхаживать осиротевших котят – благородный и ответственный шаг. Это смогут делать люди, живущие как в квартире, так и в частном доме. Как организовать пространство кошки и помета? Для кошки мамы и малышей надо обустроить гнездышко в теплом и тихом месте. Лучше всего положить в коробку старые шерстяные вещи и завернуть в полотенце бутылку с теплой водой. Можно поселить кошку с котятами в просторной клетке. Если в доме живут другие кошки, то их нельзя подпускать к новорожденным. Не стоит без необходимости трогать котят руками, это делают только в тех случаях, когда животным требуется помощь. Мать кормит и защищает малышей. Малыши рождаются слепыми, глазки открываются у них только на ряда или на десятый день жизни. Ушки приподнимаются на третьей неделе после появления на свет. Первые 48 часов после родов и сосков кошки мамы выделяется молозива. Это питательное вещество ничем нельзя змеять, оно уникально. С молозивом новорожденные получают все необходимые питательные вещества, а также антитела ко всем инфекциям. Эти антитела защищают малышей от болезней на 6 месяцев. Затем малышей надо вакцинировать. Малозива это не только питание, но еще и прививка от заболеваний. Чтобы кошка передала своим детям иммунитет, ее нужно привить за год до беременности. Через 3-4 дня после родов Малозива переходит в молоко. Кошка мама кормит своих детей до 2 месяцев. Интересный факт. У британцев глазки открываются через 6-10 дней после рождения, а сфинксы часто рождаются уже зрячими. Ко второму или третьему дню жизни глаза открываются у всех сфинксов. Новорожденный мейн-кун. Можно ли держать новорожденных котят вместе? Новорожденных необходимо держать вместе. Если малыши осиротели, их тем более нельзя разлучать. Только заболевшего котенка можно изолировать от остальных. Ему нужно соорудить такой же утепленный домик, как и для других малышей. Сфинксы часто рождаются с открытыми глазками и уход за котятами от рождения до 4-5 недель 1-2 месяца. В возрасте 4-5 недель котята особенно беззащитны и уязвимы. За новорожденными ухаживает кошка-мать, поэтому задача человека на данном этапе – обустроить коробку или клетку в укромном уголке. И не разлучать котят с матерью. Хозяин должен наблюдать за самочувствием кошки и ее детей при необходимости вызвать ветеринара. Самое главное – наблюдать за тем, как котенок сосет мамин сосок. В этом возрасте котята, не умеющие сосать, гибнут от голода. Чтобы проверить, хорошо ли питается малыш, нужно ежедневно по утрам и вечерам взвешивать каждого котенка и записывать результаты в тетрадь. Контроль за весом поможет узнать, кто из малышей недоедает, кому нужна помощь. Каждый день котенок должен прибавлять в весе по 5-15 граммов. Очень важно, чтобы котята хорошо спали в остальное время. Если малыш начинает пищать в перерывах между едой, значит он проголодался. Обратите внимание, у слабых питомцев не хватает сил, чтобы пищать. Поэтому необходимо следить, в первую очередь, за прибавкой веса. Признаки хорошего питания малыш стабильно прибавляет в весе котенок крепко спит в перерывах между кормлениями. Примерно через неделю после рождения становится заметно, что одни котята очень активно и хорошо питаются, а другие более слабые и кушают плохо. Нужно внимательно следить за самочувствием слабых малышей. Как правило, сильные дети выбирают лучшие соски. Чтобы слабые котята получали достаточное количество материнского молока, их нужно подносить к лучшим соскам. Шотландские веслаухие помощь хозяина понадобится, если у кошки пропадет молоко или она откажется кормить своих деток. Тогда человеку придется выкармливать новорожденных самому. Кошка может отказаться от кормления своих детей в двух случаях. Нарушение гормонального фона часто связано со слишком ранними родами. В возрасте младше 10 месяцев. Здоровье маленькой кошечки может не выдержать сильной нагрузки. Эклампсия во время родов происходит очень часто. Для профилактики нужно с самых первых недель беременности делать кошки внутримышечные инъекции глюканата кальция 1 кубик раз в неделю. Вместо уколов можно давать остеогенон 1 четверть облитки раз в 2 дня. После родов матери можно делать уколы кофорсена раз в 24 часа по 0,1 мл на 1 кг веса кошки. Уход за котенком в возрасте 2 месяца менее сложен. Двухмесячные малыши уже могут постепенно пробовать твердую пищу. Достигнув возраста 8-10 недель котята должны научиться кушать сухой и влажный корм. Нужно проконсультироваться с ветеринаром и предложить малышам корм премиум класса предназначенный для этого возраста. Кроме того подросших котят надо приучать к лотку. Малышей нельзя разлучать друг с другом когда можно забирать котят от кошки. Забирать котят от матери можно только после того как им исполнится 12 недель. Необходимо заранее подготовить их к разлуке. Котят в возрасте 4-6 недель нужно ненадолго брать на руки и уносить в другую комнату где у них будут свои миски, лотки и игрушки. Обратите внимание, чтобы кошка не тосковала по детям после отлучения надо убрать все вещи которые могут сохранять запах котят. Также нельзя отлучать все котят в одно время. Если котята потеряли маму, заботиться о малышах будет человек уход за месячным котенком без кошки. Если котята родились, но остались без матери, ухаживать за ними должен человек. Малыши, которые питаются молоком матери, защищены ее иммунитетом, но у котят сирот такой защиты нет, поэтому нельзя рисковать их здоровьем. Малышей помещают в чистую коробку или клетку и не подпускают к ним других домашних животных. Как ухаживать за котенком после рождения и до 2 месяцев? В первые 14 дней после рождения котят нужно кормить каждые 2 часа не только днем, но и ночью. Трехнедельных малышей кормят каждые 3 часа. Месячные котята могут кушать раз в 4 часа. Питомцам старше 3 месяцев молоко уже не требуется. После каждого кормления котятам массируют животики, чтобы стимулировать пищеварение. Если малыши испачкались, их нужно протирать влажной тряпочкой. Остывшую воду в грелке нужно сразу же заменять на теплую. Это надо делать примерно раз в 4-5 часов. В комнате не должно быть сквозняков и источников шума. Дважды в сутки нужно взвешивать котят. К кормлению необходимо подойти ответственно и грамотно. Есть строгие правила, от соблюдения которых зависит жизнь малышей. Корм для котят Роэлканен Как выкормить новорожденных котят, если у кошки нет молока? Котовладельцы часто сталкиваются с необходимостью заботиться о новорожденных котятах, если у кошки пропало молоко или если она отказалась кормить детей. Новорожденная, оставшаяся на улице, без мамы подвергается смертельной опасности. Каждый человек должен знать, как ухаживать за котенком в домашних условиях. Выхаживать брошенных котят трудно, но приятно. При правильном уходе малыши вырастут здоровыми и сильными. Во время кормления котенок должен лежать на животе, в этой естественной позе он отлично усваивает пищу. Если сосательный рефлекс слабый, можно держать малыша в вертикальном положении. Клазь его на спину не рекомендуется, потому что котенок может поперхнуться и задохнуться. Молоко должно попадать в рот малыша постепенно, чтобы он не захлебнулся. Кормить малышей можно из шприца или из бутылочки. Как кормить коровьим молоком? Применять для кормления коровье молоко крайне нежелательно. По своему составу оно сильно отличается от кошачьего. Питаясь коровьим молоком, котенок не получит многих питательных веществ, необходимых для его развития. Кроме того, кошачий организм очень плохо усваивает лактозу. Такое питание может привести к нарушениям развития сердечно-сосудистой нервной системы, к проблемам с пищеварением и другим серьезным проблемам со здоровьем у малыша. Одни из самых грозных осложнений – гипогликемия, авитаминоз и рахит. Приступ гипогликемии развивается из-за острого недостатка питательных веществ. Чтобы избежать этого опасного состояния, лучше выкармливать специальной молочной смесью. Обратите внимание, для кормления котят лучше всего приготовить питательный коктейль. 500 мл. Коровьего молока надо смешать с яичным желтком и с 4 столовыми ложками сахара. Вместо коровьего лучше использовать козье молоко. Его смешивают с водой в пропорции 1-1. Жирность молока должна составлять 10-11%, потому что такой же жирностью обладает кошачье молоко. Но даже если у хозяина нет выбора и приходится кормить малышей коровьим молоком, нужно разбавить его теплой кипяченой водой на 1 столовую ложку молока, примерно 3 столовые ложки воды. Удобнее всего кормить через детскую бутылочку с соской. Если котенок плохо набирает вес не больше 3 граммов в сутки, необходимо сделать ему инъекцию витаминов, витамины, коктейль. Как приготовить аскорбиновая кислота 0,5 мл, глюкоза 5% 1 мл, хлорид натрия, физраствор 3,5 мл. Все компоненты смешать в шприц объемом 5 мл. Затем под кожу между лопаток ввести 1 мл жидкости. Эту дозу нельзя не уменьшать, не увеличивать. В первом случае лекарство не подействует, а во втором у котенка может не выдержать сердце. Через 1-3 минуты после укола котенок начинает активно сосать молоко, а вскоре набирать достаточный вес. При необходимости можно повторить укол, но в сутки нужно делать не больше 3 инъекций. Для кошки и малышей надо обустроить теплую коробку или домик. Сколько молока давать котенку за один раз желательно выкармливать из детской бутылочки с мерным делением молей с шприца. Так будет легче контролировать количество молока. В первые двое суток нужно давать каждому котенку по 1 мл в час. Затем ежедневно количество питания увеличивают на 0,5 мл. Подросший малыш должен получать по 10 мл молока за одно кормление. Если котенок пищит и не отпускает бутылочку, то ему можно дать добавку и увеличить объем молока до тех пор, пока малыш не наестся досыта. Хороший аппетит – признак здоровья. Однако перекармливать тоже не стоит, иначе у малыша возникнет расстройство кишечника. Молоко должно быть теплым, но не горячим. Заменители молока для новорожденных котят. Заменители кошачьего молока – это самое лучшее. Питание для осиротевших крошек. В зоомагазинах и ветеринарных аптеках можно найти самые разные молочные смеси для кошек. Желательно обратиться к ветеринару и выбирать смесь в соответствии с его рекомендациями. Обратите внимание, молочную смесь, купленную в зоомагазине, надо разбавить кипяченой чистой водой и поить ею малышей. Самые лучшие заменители кошачьего молока – Royal Canin Baby Cat Milk. В смесь богата питательными веществами, ее легко найти в магазинах. Китин Милч у Сиви и Ти содержит не только молоко, но и малозиова. Джампет Кэт Милк подходит для крупных пород и даже для диких животных. На три ветки Ти Милк, Даллфос, Клодирес, Трикси, Хартс, Джамборн, Вау Тойс. Самой распространенной является Бифар Китин Милк, но ее лучше покупать в самом крайнем случае. Если не нашлось подходящего заменителя кошачьего молока, можно использовать детское питание на стлеенистоген или на стлеенен с бифидобактериями. Нельзя выбирать заменители, содержащие сахар. После еды надо массировать животик. Заменитель молока можно давать не только маленьким, но и взрослым животным. Это питье укрепляет организм беременных, больных и ослабленных кошек. Как приготовить молоко из заменителя? Мерной ложкой отсыпать необходимое количество сухой молочной смеси и налить 3-5 столовых ложек кипяченой воды. Желательно пропустить воду через фильтр, чтобы из нее ушла накид. Питье не должно быть водянистым, иначе котенок не получит достаточное количество питания. Тщательно перемешать, чтобы в жидкости не осталось даже самых мелких камков. При необходимости подогреть до 37 градусов. Напиток надо готовить только перед кормлением. Хранить остатки смеси нельзя, потому что она быстро портится. Грудное кошачье молоко содержит декозагиоксайоновую кислоту, дейчей. Она обеспечивает малышу развитие здоровья и нервной системы. Это вещество входит в состав многих молочных смесей, поэтому перед покупкой нужно внимательно проверять состав смеси. Если питание вызвало у котенка аллергию, надо обратиться к врачу, чтобы он порекомендовал подходящую смесь. Лучше кормить смесью, но не коровьим молоком. Как долго стоит кормить котенка смесью? Котят нужно кормить молочной смесью до 2 месяцев. Начиная с четвертой недели жизни, в их рацион надо постепенно вводить под корм детские мясные паштеты, пюре, тему или огушу. После 2 месяцев можно давать маленькие кусочки вареного мяса, немного творога и сметаны, а также сухой и влажный корм. По взрослевшим котикам можно предлагать заменитель молока в качестве добавки к твердой пище. После 3 месяцев кошки переходят на взрослый рацион. Если у котенка начнутся сяколики и другие проблемы с ЖКТ, понадобятся лекарства. Режим питания одинаков для всех пород, для британцев и шотландских веслоухих, для мэйкунов, ангорских и для беспородных кошек. Важно запомнить, что укрытие для маленьких сфинксов должно быть хорошо утепленным. Забота в первые дни жизни может котятам вырасти большими и сильными, уход за котенком – это кропотливая и ответственная, но в то же время очень радостная работа. От условий содержания новорожденных зависит их здоровье и жизнь. Усилия хозяев будут вознаграждены старицей, когда малыши вырастут сильными и здоровыми.